Добрый день, уважаемые подписчики, подписчицы и гости моего канала. В сегодняшнем обзоре я предлагаю вам окунуться в конец прошлого тысячелетия и немного поностальгировать. Те, у кого в конце 90-х был компьютер, смахнут скупую слезу. Другим, надеюсь, будет просто интересно узнать, что же было до Windows 10, каким был мир без смартфонов, Wi-Fi и флешек. Так, поехали! Наводя уборку в кладовке, я наткнулся на стопку журнала в мой компьютер конца 90-х нулевых годов. Полистаем один из них. Это у нас журнал за март 99-го года. Посмотрим, какие новости анонсировано в этом журнале. Но эти листаю сейчас, как какой-то древний манускрипт. Вот одна из новостей. Сфокусирую камеру. Вот одна из новостей. На этой неделе Adobe анонсировала интересные особенности следующей версии популярного программного продукта Adobe Acrobat. Как мы видим, версия Adobe Acrobat 4.0. Напомню, это март 99-го года. Следующая небольшая статья «Найди то, не знаю что». В этой статье рассказывается, как тяжело в данное время найти что-нибудь в интернете, который разросся уже до 700 миллионов серверов. И в конце краткой статьи приводится список поисковиков, которые на данный момент являются наиболее актуальными. «Хотбот» 35%, «Альтависта» 28%. Остальные поисковики для меня... Я вообще впервые вижу эти названия. В 99-м году у меня был компьютер, но интернет у меня появился примерно в 2002-м году. Это был Dialab. И я этих поисковиков не знаю. В 2001-м году топовыми поисковыми системами были Rambler, List.ru, Yahoo. Ну, Google я узнал, наверное, в 2003-м. Кстати, здесь, в этой статье, о гугле ни слова. Идем дальше. Кстати, кому интересно, посмотрите на цены 2009-го года. Монитор SyncMaster 14 дюймов – 147 долларов. Монитор SyncMaster 17 дюймов – 695 долларов. Это, я так понимаю, плоский монитор, а это с электронно-лучевой трубкой. 18 лет назад обычная семнашка стоила 700 долларов. Идем дальше. Интересная статья – InterX 99. В ней описывается о ежегодной выставке, о том, сколько людей и сколько компаний приняло участие в ней. Но, к сожалению, здесь не описываются компьютерные новинки. Ни топовые процессоры, ни видеокарты, ничего. Пентюм 3 в ожидании чуда. 17 февраля 1999 года произошла презентация Пентюм 3. Здесь же мы видим официальные цены AMD на процессоры K63 в партиях по 10 тысяч штук. K63 – 400 МГц – 290 долларов. K63 – 500 МГц – 640 долларов. Сейчас за такую сумму можно купить более чем средний компьютер с 20-дюймовым монитором. Мне всегда нравилась эта рубрика «Свободная авария». В этой рубрике приводились ссылочки на бесплатные программки, которые занимали довольно-таки немного места. Вот, допустим, 148 килобайт, 396 килобайт. Сейчас это кажется смешнее, но во времена диалапа, поверьте, не всегда удавалось скачать даже эти же 124 килобайта с первого раза. В центре каждого журнала был небольшой вкладыш с ценами. Давайте немножко его посмотрим. Раздел «Винчестеры». Цены приведены в гривнах. На то время курс гривны к доллару был примерно 2 гривны за 1 доллар. Итак, смотрим. Винчестер 2 и 1 гигабайта. Цена 255 гривен. Ну, грубо, 255 долларов. Винчестер 10 гигабайт. 840 гривен, то есть 420 долларов. Вводу 2. Легенда. 517 гривен. Лично у меня в 99 году была еще обычная PCI видеокарта. Вот она. 1 мегабайт S33U64. И она стоила 59 гривен. Ну, то есть 30 долларов по тем временам. Это была обычная PCI-карта. Не PCI-Express, а просто PCI. 40-скоростной CD-привод. Не пишущий, а просто читающий. Стоил, ну, примерно 150 долларов. Следующая статья. «Гости из будущего». В этой статье рассказывается о процессорах AMD K6.2 и AMD K6.3. «Добавление инструкции 3D Now. Улучшение блока обработки EOMX инструкций. И, кроме того, переход на частоту системной шины 100 МГц». Эти процессоры устанавливались в сокет Super 7. Я уже, наверное, лет 10 в глаза не видел этот сокет. Следующая статья. «Игры». Я всегда статью из раздела «Игры» прочитывал от корки до корки. Здесь идет описание некой игры наподобие цивилизации. Я ее не играл. Незнакома она мне. «Сидмейерс. Альфа Центавра. Далекий свет Альфы». Мне кажется, «Сидмейерс» — это и есть разработчик цивилизации. Думаю, игра в стиле цивилизации. Далее краткий обзор новинок игр. Вот он, вот он. «Герой 3», 1999 год. «Демоверсии». Возможно было скачать демоверсию и оценить, что же такое «Герой 3» в 1999 году. Кроме того, вау, «Age of Empires 2». И в конце журнала опять цены. Ну, на этот раз уже, если не ошибаюсь, минутку. Угу, соврал я вам насчет курса. 315 гривен — это 75 долларов. То есть, 4 гривны — 1 доллар. Да. Давайте посмотрим память. Память. Мне всегда не хватало памяти. У меня было изначально в моем первом компьютере 2 мегабайта памяти. Потом, помню, 8 мегабайт памяти. Потом, помню, было 16. Я мечтал на Windows 98 о 32 мегабайтах, не гигабайтах. Итак, где же здесь память? Модули памяти — 7,8 мегабайт — 13 долларов. С DRAM 64 мегабайта, PC100 — 94 доллара. Красота. И на последней страничке вот такой вот небольшой кроссфорд с долей юмора. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, если вы получили удовольствие от этого немного ностальгического обзора, ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Всего вам наилучшего.